Здравствуйте, уважаемые участники. Сегодня наша лекция будет посвящена практической зоопсихологии, ее истории и методам. С незапамятных времен людей интересовала возможность узнать, есть ли разум у животных, насколько животные могут быть умными, приспособленными, интеллектуально развитыми. Отсюда часто люди приписывали животным какие-то человеческие качества. Вот одно из таких на сегодняшний день интересных и очень умных домашних животных – это дебы, которые вы можете наблюдать здесь. Сегодня мы с вами попробуем провести несколько опытов простых, в которых будут участвовать лабиринты и некоторые другие экспериментальные установки. Но сначала я хотел бы познакомить вас с теорией и историей такой науки, как зоопсихология. Поэтому сейчас немножко посмотрим на презентацию. В поведении животных с какого-то такого периода, когда серьезные ученые начали этим интересоваться, были замечены два таких аспекта. Это инстинкт и разум. Инстинкт – это практически механическое, ну, под инстинктом, да, если вы понимали, какое-то безумное механическое следование заранее установленной программы. А под разумом понимали, кстати, не, собственно, какие-то разумные поступки животных, не только разумные, а любые формы пластичности поведения. То есть разум животных – это был не какой-то сознательный разум, а возможность в течение индивидуального опыта приобретать какие-то новые навыки, то, что называется обучением или научением. Впервые в новейшей истории серьезные мысли на эту тему высказал Фредерик Кювье, брат знаменитого палеонтолога Жоржа Кювье. Он, конечно, не изобретал экспериментальный метод, и он много говорил теоретически, но он впервые решил проверить, как если… Да, следующий. Да, следующий. Он, Кювье, впервые решил проверить, например, на разных животных, но в частности на бобраха, бобры действуют по инстинкту или они приобретают эти навыки в течение жизни. И на бобрах он, кстати, показал, что бобры, у которых не было возможности, чтобы взрослые их обучили, они начинают все равно инстинктивно повторять те действия по строительству плотин, которые делают взрослые бобры. И в этом плане Кювье заметил как раз, что у животных есть такие врожденные инстинкты, и что сложное поведение многих животных объясняется именно врожденными программами, а не каким-то сознательным обучением. В этом плане именно Кювье, следующий слайд, первый на следующем слайде, вы видите, показал возможность проявления инстинкта в условиях изоляции от типичных для виза условий. То есть, бобрята в других условиях повторяли те действия по строительству плотин, и он попытался провести границу между умом и инстинктом. То есть, он выделил, что есть ум и есть такой инстинкт. Следующим ученым был Дарвин, и на следующем слайде вы увидите, да, Дарвин известный тем, что он открыл естественный отбор, он тем не менее тоже интересовался поведением животных и людей, в том числе у него есть работа выражения эмоций людей и животных. Но у него было высказано несколько интересных мыслей, он ввел представление о трех компонентах поведения животных. Не только инстинкт и разум, а инстинкт, обучение и рассудочная деятельность. То есть, инстинкт, неосознанные какие-то врожденные реакции, обучение – это изменение поведения в течение жизни, но это не сознательный какой-то рассудочный разум. И рассудочный разум – это что-то отдельное, то, что должно приближать животных к человеку. В этом плане Иван Павлов, который открыл условные и безусловные рефлексы, он в этом вложил в зоопсихологию не именно представление о каком-то сложном сознательном поведении животных, а открыл простейшие механизмы, на которых строится сложное поведение. Но в плане зоопсихологии поведения животных сегодня нас будет интересовать не Павлов, на котором это все основывалось, а вот другие уже иностранные ученые. На следующем слайде вы сможете наблюдать довольно интересное и сложное поведение крысы, которое мы можем увидеть воочию. Вы можете его наблюдать, вы можете его увидеть. Ну вот такой важный, интересный ученый, как Роменс, обобщил в XIX веке многие сведения о интересном поведении животных. И в его работу вошел такой пример, когда две крысы могут утаскивать яйцо, как одна крыса кладет его себе на живот, а другая тащит за хвост. Вот эта история, она почевала из одной работы в другую, но до сих пор не нашла реального какого-то подтверждения. И, в общем-то, да, это оказалось таким мифом. Тем не менее, такое сложное поведение животных возможно. Впервые к экспериментальному уже методу подошел такой ученый, как Мордан, на которого, уже опираясь на которого, Тарндайка изобрел экспериментальный метод изучения животных. Мордан рассказал Тарндайку о таком случае. Он наблюдал, как его собака пыталась открыть калитку, экспериментируя с замком. А Тарндайку об этом случае решил придумать, ну, там первый уже экспериментальный ему опыт. Но на следующем слайде мы увидим еще одного животных, извините, и еще одного ученого, Вильгельм Вунд. Это был уже не зоопсихолог, а психолог, но который высказал идеи о том, что для изучения психологии, в том числе и человека, надо использовать эксперименты. Потому что в психологии человека до этого использовался метод интроспекции, метод самоописания ощущений человека. И вот опираясь на идею Вунта, уже следующий ученый, Эдвард Тарндайк, изобрел экспериментальный метод, небольшой опыт с которым мы сегодня посмотрим. Но сначала я вам расскажу, что же он такое сделал. Вот опираясь на тот случай с Морганом, где собака пыталась открыть калитку, Тарндайк изобрел первую такую экспериментальную установку, которая называлась проблемным ящиком. Смысл этого проблемного ящика заключался в том, что животное находилось в замкнутом пространстве. Из этого пространства можно было выбраться, манипулируя различными механизмами внутри этого ящика. И в этом плане Тарндайку было интересно, каким образом животное придет к пониманию того, как оно выберется. Вот имея пример с собакой, которая открывает калитку, Тарндайк думал, что животное сделает это в результате каких-то разумных логических выводов. Что животное рассуждает, собака думает и открывает калитку. Но на самом деле это было достигнуто методом проб и ошибок. Вот сейчас давайте посмотрим нашу такую экспериментальную установку, которая имитирует в том числе и проблемный ящик Тарндайка. Сейчас вы можете посмотреть на эту установку. Сначала я скажу вам, эту установку сделал один из обучающихся станций ЮНАТО, пытаясь придумать, как исследовать поведение мелких грузунов, таких как химики или монгольские песчанки. Но наши ученики, когда придумывают какие-то свои установки, они не всегда знают историю, как это возникало и что оно собой может представлять. Но здесь можем наблюдать, что эта установка сочетает в себе черты лабиринта, потому что в ней есть небольшой коридор, по которому можно бегать, и одновременно сочетает в себе черты проблемного ящика Тарндайка. Потому что есть выход, манипулируясь которым, животное сможет выбраться из этого лабиринта. Уже не из проблемного ящика, а из лабиринта. Еще в этой установке сочетаются черты такой живоловки, ловушки для грузунов. Только если в ловушке есть механизм, который срабатывает, когда животное попадает в ловушку, в этой установке, наоборот, животное само работает с механизмом и может выбраться. Сейчас мы посмотрим о поведении хомяка. Мы поместим в эту установку, ну, можно это делать в любой последовательности, можно сначала поместить в жургарского хомяка. Да, сюда. Эта установка, стенки, эти установки достаточно высокие, чтобы хомяк не мог просто выпрыгнуть. Хотя иногда, около выхода, да, может быть такая опасность, что он вылезет. Сейчас вы можете наблюдать его поведение в этой установке. Он попал в непривычную для себя среду, да, он, ну, не понимает пока, где находится, да, вот. На наших занятиях, ну, вот его какие-то правильные решения появляются, да, могут появиться через 3 минуты, через 5 минут, через 7 минут. Но, в принципе, установка, она небольшая, и он может очень быстро подойти к выходу. Конечно, он не знает, что выход можно открыть, да. Вот с точки зрения теории Тардайка, то, что делает сейчас хомяк, это так называемый метод проб и ошибок. Когда хомяк пытается вылезти за пределы этой коробки, этой установки, но он не знает, да, как это сделать. Так, и это так называемая проблемная ситуация. Так, ну, конечно, в проблемном ящике, который может быть более тесным, и в нем могут быть еще какие-то дополнительные мотиваторы, вроде электрического тока. Да, вот этот опыт, он может происходить либо быстрее, либо его можно корректировать. Вот, в данный момент хомяк пока даже из такой большой комнаты этой установки не перешел в коридор, уже такой лабиринтообразный коридор. Мы видим, что он останавливается, и на самом деле многие животные, попадая в лабиринт, часто у них наблюдаются, ну, такие паттерны поведения, повторяющиеся действия, да, когда они ищут, 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 потом начинают умываться. Потом снова у них просыпается поисковое поведение, да, у нас дети, когда за этим наблюдают, они думают, ну, вот, дальше ничего происходить не будет, да, то есть вот он устал, он не хочет. На самом деле это какой-то повторяющийся паттер, да, он умоется, может быть, он даже поспит иногда, а потом опять будет что-то делать. Вот, вот, изучая крыс, Тарндайк, мы видим, что выход из лабиринта уже немножко попытался приподняться, да, но, скорее всего, это связано с тем, что хомяк случайно наступил как раз на тот рычаг, который должен его приподнять. Если бы, да, ну, хомяк или крыс, с которыми проводили подобные эксперименты, действительно проявляли вот такие логические рассуждения, как могут это делать люди, да, у них бы получилось это очень быстро. Да, ну, сейчас мы видим, что этот выход приподнялся, хомяк, может быть, это заметил, но отошел от этого выхода, потому что он это еще не понял достаточно. Вот. Можно попробовать положить сейчас еще сирийского хомяка, чтобы посмотреть, будет ли его поведение отличаться. Нет, сюда. В эту человеку. Хорошо. Сирийский, наконец. А, вот. Сирийский. Да, подождите, да, сейчас. Это другой вид животного, и мы можем подблюдать, будет ли его поведение отличаться. Практически результат, когда у животного вырабатывается то, что мы можем называть научением, да, он происходит не сразу, не зайдет бог. Но какие-то моменты мы можем уже наблюдать сразу. Сейчас мы пересадим джунгарского хомяка обратно в клетку и попробуем посадить более крупного. Более крупный хомяк, в принципе, есть возможность и вероятность, что он может как-то и перелезть. Но мы понаблюдаем. Если он подходит к выходу и пытается вылезти сверху, да, ему надо препятствовать, да, то есть вот эта экспериментальная установка здесь, она для него немножко низковата. Но тем не менее, и даже если он пытается вылезти. То есть все равно наша задача заключается в том, чтобы он понял или попытался научиться именно использовать механизм. Но мы видим сразу, что его поведение более активное, да, может быть, это связано с его характером, да, или с ритмами. Но у разных животных мы можем, вот, вот, вы видите, да, вот это то, что мы должны наблюдать. Вот он открыл, он приоткрыл, да, но выбраться пока не смог. Вот это начальные элементы работы такого животного в проблемном ящике. Ну, мы видим, что, несмотря на то, что у него почти получилось, он дальше продолжает использовать другие варианты. То есть для него пока какое-то обучение не сформировалось. Да, ну, в общем-то, он же не знает, что, может быть, касаясь других стен этого лабиринта, этой комнаты, он не сможет, так, не сможет либо выбраться, да, перелезть, либо не откроется какой-то другой механизм. Он пока этого не знает. Так, ну, вот здесь тоже ничего страшного, мы его сталкиваем. Да, более крупное животное, да, может использовать другие механизмы. Время. А, хорошо. Ну, вы увидели, да, что у него что-то получается, поэтому сейчас мы прижимаем этот опыт, остановимся. Вот, и несколько слов еще раз по открытию Тандайка. Так, вернем. Так, мы уберем презентацию. Я хотел бы, чтобы вы обратили на такой важный аспект, который открыл Тандайк. И до Тандайка многие думали, да, и сейчас многие люди, которые не занимаются профессионально в психологии, думают, да, так, что если животные чему-то обучаются, значит, они делают это сознательно, да, они делают это, там, в результате каких-то логических осуждений. И Тандайк, когда приступал к изучению этого проблемного ящика, да, думал так же. Но на самом деле он пришел к выводу, что в таких проблемных ящиках животное учится с помощью метода проб и ошибок. То есть животное не имеет какую-то практическую программу рассуждений, а просто пробует все возможные варианты. Перемещается по всем углам комнаты, да, нажимает на все возможные части лабиринта. И в какой-то момент какие-то эти хаотичные действия животного сопровождаются успехом. Дверка открывается. Вот когда она открывается, и это происходит несколько раз, у животного закрепляется так называемый инструментальный рефлекс. И вот формирование такого инструментального рефлекса не является сознательным, да, это не сознательное обучение, да, Но, тем не менее, это какая-то, не такая, да, дрессировка животного. Давайте сейчас еще для подкрепления этого материала посмотрим видео, да, с поведением, с таким разумным поведением крысы. Вы можете наблюдать экспериментальную установку, в которой есть две полки. К полке приставлена лестница. Крыса должна залезть по этой лестнице на первую полку. Сейчас мы это увидим. Крыса забирается, а на следующую полку лестницы уже нету. Но ее можно поднять, если потянуть за веревочку. Вы можете наблюдать, что крыса у нас это вот в этом видео активно делает, да, То есть вот она подняла наполовину лестницу, да, немножко отпустила. Смотрим дальше. Вот. Она еще раз подняла. Так, видите, теперь она залезает по этой лестнице, да, и ей надо выполнить еще одно действие, подтянув вот эту качающуюся полку. Она ее подтягивает. Да, с точки зрения, я прокомментирую, с точки зрения обычного человека, то, что делает крыса, это проявление ума, да, проявление какой-то изобретательности. И многие люди могут привести много разных примеров такой изобретательности у крыс. Ну, реальных примеров. Но, тем не менее, формирование вот такого поведения происходит не путем какого-то сознательного решения, как это происходит у высших приматов или у некоторых особо развитых птиц, а это происходит все тем же методом кроп и ошибок, особое внимание на который указал еще Тандай. То есть крыса обучилась вот этим экспериментальным действиям в результате, ну, неосознанных своих попыток, которые приводили к успеху. Какое время еще, возможно, минут 10, не больше, на основную часть, потом переключаемся на опросы. Хорошо. Тогда, упираясь на то, сколько у нас автоваз времени, я хочу рассказать, как мы могли бы сделать лабиринты, ну, или как мы делаем лабиринты для наших исследований. Поэтому сейчас я попрошу, давайте вот этот поставим, вот этот, да. Вот это такой инструментальный, макет лабиринта, все-таки он не очень прочный, да, но какие-то даже небольшие работы можно выполнить с ним, так. Для более долгой, удачной работы лучше делать, конечно, лабиринты с более прочным материалом. Но для того, чтобы проверить, да, правильно ли у нас идеи, будет ли это работать вообще, и имеется смысл затрачивать много-много сил на более сложный материал, удобно сделать такой макет лабиринта. Макет делается из пенокартона. Так, то, что вот эта установка на подкорках, это пенокартон. Она лежит, основание ее, на котором стоит эта установка, называется оберточным картоном, да. Вот, взяв такие материалы, можно это соорудить. Да, ну, что нам еще понадобится для этого? Нам понадобится клей, да, и скальпель резать. Так, да, я могу продемонстрировать, скажем, небольшое, вот, ну, во-первых, давайте посмотрим несколько секунд, да, так скажем, перемещения хомяка по этому лабиринту. Так, джунгарского хомяка, потому что он более спокойный и тихий. Несколько секунд, чтобы мы убедились, подходит ли этот лабирин под него. Хотя он сделан немножко для более крупных животных. Можно запустить вот тут начало, да, вот в самом начале пускаем. Так, вот он побежит, побежит. Если он будет, его надо немножко подстраховать. В принципе, этот лабиринт рассчитан на то, что животные будут бояться прыгать вниз. Поэтому здесь вот эти открытые места у нас не являются незаконченными. Это такие тупики, которые должны быть в сознании животных. Вот, ну, мы видим, в принципе, что хомяк так и не стремится прыгать. Да, это тоже является для него определенным тупиком и ограничением. Там он поворачивает в другую сторону. И мы видим также, что несмотря на то, что лабиринт сверху не закрыт, хомяк не может из него вылезти. Да, ну, по нашим опытам мы можем сказать, что и более крупные грызуны, немножко более крупные, тоже в этом лабиринте, ну, практически не вылезают из него, несмотря на то, что он не закрыт сверху. Потому что, ну, особо вылезать и перепрыгивать им некуда. Вот, хорошо, этого пока достаточно. Сейчас, там, напоследок я покажу, как мы этот лабиринт делаем. Потому что, если кто-то захочет дома что-то это повторить, это относительно легко будет сделать. Это мы отставим. Это не надо. Я, вот, на примере этого материала, давайте покажу, может быть, это будет интересно. Вот это у нас лист, стандартный лист пенопартрона. Мы должны из него вырезать какую-то часть нашего лабиринта. А, что мы делаем? Ну, мы должны взять, ну, допустим, я хочу сделать коридор лабиринтик. Коридор шириной, да, у нас обычно коридор 6 см. Шириной идеально. Ну, можно дискрементировать, может 5, может 7, но меньше 6 см. Если что-то узкое будет, 7 см можно, но 8 см, да, ну, для крыс нужен больше. Да, это рассчитано на игристых мышей, песчанок и хомяков. Да, здесь 6 см будет. Если это будут крысы, надо отдельно проектировать, там, возможно, в 2 раза больше. Вот, я отмеряю, да, вот, это можно делать карандашом, можно пометить тоже аккуратно скальпелем. Да, отмерил 6 см. А я это делаю на противоположном конце. Вот, теперь я беру большую линейку. вот, ставлю ее по этим отметкам. Вот, я это сейчас буду делать быстро, но, когда вы это делаете, лучше это делать, измерить 3-4 раза, потому что бывает, что первые отметки, они немножко неточные, особенно если это, ну, делают дети. Но вот таким скальпелем использоваться без участия взрослых детям нельзя. Теперь, прижимая крепко линейку, я провожу не до конца, можно, но достаточно быстро и уверенно надо это сделать. Вот, теперь я с одной стороны это сделал, можно аккуратно теперь по этой линии разрезов вывести. Вот у нас получилась такая заготовка, практически готовый пол для лабиринта. Поскольку в этом лабиринте мы собираемся заменять пол, например, ну, он, животные могут его загрязнять, либо, например, мы собираемся делать пол другого цвета, поэтому ничего страшного, что он такой непрочный, да, то есть один пол, часть лабиринта изнашивается, мы заменяем ее другой. А, например, для того, чтобы посмотреть, как даже крупная прыгающая песчанка перемещается по этой поверхности, этого будет вполне достаточно. Вот. Так. Пять минуты еще. Так. Ну, хорошо, еще, да, повторюсь. Вот, в этом лабиринте, который подвешен и стоит на таких подпорках, ну, есть, то есть важно, чтобы, да, вот эта часть лабиринта была прочной. Ну, и она, да, в принципе, достаточно прочная, то есть для одного, двух, трех опытов или даже нескольких недель этого материала будет достаточно. Да, если дальше он загрязнится или вот как-то будет испорчено, да, ну, вы сможете, ну, провести такое интересное исследование, серию опытов, которые можно проанализировать. Вот, по плане зоопсихологии. А, теперь я могу еще несколько слов. Да, я могу ответить на ваши вопросы, потому что тема очень обширная на самом деле. Многие думают, да, что, ну, там, зоопсихология, лабиринт, обучились животные как-то. На самом деле тут за всем этим стоит очень широкий пласт маленьких каких-то выводов ученых, да, и перед тем, как появился первый экспериментальный метод, да, вот связанный с проблемным ящиком, было еще шесть ученых, которые высказывали, шесть или даже больше ученых высказывали принципиально важные мысли. Об этом и без этих мыслей вот такой простой опыт, да, был бы невозможен. Еще подводя итоги, я хочу подвести вас к таким выводам, да, что в поведении животных существует не просто два аспекта – инстинктивная деятельность и разумная деятельность, да, по обучению. Существует как минимум три аспекта и даже больше. То есть первая – это инстинктивная, бессознательная, но вторая часть, которая уже не инстинктивная, а связана с обучением, она тоже бессознательная у многих животных, и многие люди принимают это за разум, да, и оценивают их с точки зрения таких умных и понимающих животных, да, но это обучение. И третья часть – это уже рассудочная, да, когда мы можем сделать вывод, что животное понимает, почему оно так делает, что не в результате метода проб и ошибок, а это животное решает задачу, выбирается из такой экспериментальной установки, вот, а это происходит в результате такого решения. Вот эти главные выводы. Теперь я готов подведить на вопросы. У меня вопрос, когда будет следующая лекция и о чем она будет, потому что, скорее всего, это единственный вопрос, который вы сейчас успеете ответить, а если будет желающая, дальше пообщаться, мы переподключимся обязательно, и мы увидим, как мы будем тут убираться еще. Через неделю, следующая лекция будет через неделю, и она будет посвящена исследовательским работам детей, которые мы проводили на станции ЮНАТО. Продолжение следует...